Это национальное еврейское блюдо, которое традиционно готовили для субботы. По сути это блюдо – фаршированная рыба. Рецептов приготовления много, у каждой хозяйки свой, фирменный рецепт с изюминкой. Чистим рыбу, обрезаем плавники и тщательно промываем. Затем карпа нарезаем на куски, примерно 3 см толщиной. И острым ножом с каждого куска вырезаем мякоть. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить кожу. В хвостовой части вырезаем мякоть вместе с косточкой. Очистим овощи. Шелуху от лука не выбрасываем, она нам будет нужна. Натираем одну свеклу и одну морковь на крупной терке, две луковицы нарезаем кубиками. Обжариваем до легкого золотистого цвета лук, на растительном масле, затем добавляем к нему свеклу и морковь. И обжариваем минут 10 на небольшом огне. Мацу или ломтики хлеба замачиваем в молоке. Пропускаем через мясорубку рыбную мякоть с хлебом, молоко не отжимаем, и обжаренные овощи. Добавляем соль, молотый черный перец, мускатный орех. Можно добавить сырое яйцо. И все хорошо перемешиваем. Оставшиеся овощи нарезаем кружочками и выкладываем в утятницу или форму с высокими бортиками. Слой лука, затем морковь и свекла. Добавляем лавровый лист, душистый перец и пару щепоток соли и сахара. Заполняем кусочки рыбы там, где было мясо, фаршем. Голову карпа надрежем и немного придавим. Выкладываем на овощи хвостовую кость, плавники и придавленную голову. А затем плотно выкладываем на фаршированные куски рыбы. Добавляем оставшиеся кусочки лука, моркови и свеклы, добавляем луковую шелуху. Заливаем все это кипятком, не доходя до верха 2-3 см. А теперь два варианта. Можно сварить рыбу на плите, варить часа втором после закипания на маленьком огне, или томить ее в духовке. Накрываем рыбу фольгой и ставим в разогретую до градусов духовку. Когда закипит, уменьшаем температуру до 90 градусов, чтобы тихонько булькало, и готовим часа через часа полтора. Пробуем бульон на соль, если надо, добавляем. Затем вынимаем из духовки, выбираем луковую шелуху и ждем, когда все остынет. Ставим в холодильник, а на следующий день подаем к столу.